Здравствуйте, друзья! У меня уже был ролик по замечательному фильму Гайдая «Бриллиантовая рука». В нем я разобрал, кто такой Лелик. Сегодня же разберем, все ли мы знаем про Семен Семеновича Горбункова. А в самом деле, все ли? Что мы, собственно, знаем о главном герое советского кинохита «Бриллиантовая рука», кроме того, что он старший экономист в Гипрорыбе. В фильме это подается, как простой советский трудящийся. Ой ли! А не пора ли вывести на чистую воду этого, с позволения сказать, простого советского трудящегося? Если внимательно смотреть фильм «Бриллиантовая рука», то можно сделать однозначный вывод – Горбунков не тот, за кого себя выдает. Как верно охарактеризовала его Домауправ Плющ, он долго маскировался под порядочного. Почему я сделал такие выводы? Сейчас расскажу пару любопытных моментов. Будет интересно, не переключайтесь. Итак, поездки Горбункова. Что там говорила жена Семен Семеновича корреспонденту радио? То, что они дальше Дубровки никогда не ездили, и это первое путешествие ее мужа? Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили. Ну да, конечно. Сначала вспомним, что Семен Семенович фронтовик и наверняка побывал в Европе. Затем еще интересная подробность. Вспомним эпизод, когда небезызвестная Домауправ Плющ вечером врывается в квартиру Горбунковых. Она предлагает ему прочитать лекцию «Нью-Йорк – город контрастов». Семен Семенович говорит, что не был в Нью-Йорке, а был в Стамбуле и Марселе. А позже признается, что еще и в Лондоне был. Так вот, за один круиз побывать в этих городах было невозможно. Не странно ли для простого обывателя поездки в капиталистические страны? Или изучим, например, жилище? Потому как живет человек, о нем многое можно сказать. Если посмотреть на убранство его квартиры, то вроде бы ничего необычного. Сервант, настенные полки и телевизор Стар Три. Однако этот сервант под орех – это для нас нынешних он выглядит как-то уж очень простецки. А для того времени – очень даже неплохой сервант, вполне современный. Пол, кстати, не обычный линолеум или крашеные доски, как во многих советских хрущевках, а лакированный паркет. Да и с телевизором не все так однозначно. На 1968 год черно-белый Стар Три, который начал выпускаться с 1959 года, не такой старый телевизор, не КВН какой-нибудь все же. Скорее, неплохой для 1968 года телевизор. И уж точно в то время в СССР лучше не выпускалось. А что вообще мебели мало? Так тоже надо помнить, что как раз в 60-е малое количество мебели в домах было трендом современно живущих людей. Это в 70-х, 80-х пошел тренд на стенки, забитые хрусталем, тяжелые кресла и ковры на стенах. Но и у Семена Семеновича в квартире современные для 1968 года кресла и красивые стулья с мягкой красной обивкой, полированный стол. Полированный стол вообще в те времена был признаком зажиточной семьи. Даже изящный экран прикрывает батареи центрального отопления. Во многих советских квартирах вы видели такие экраны на батареях. Вообще, мне кажется, единственный элемент, который запоминается в квартире Горбункова, и который можно принять за элемент из обычной квартиры, это вот эти детские кровати с панцирной сеткой и никелированными боковинами. Да, в наше время такие никто уже не использует, но в советские 60-е это как раз был стандарт детских кроватей. А в данном случае, как хорошо видно, это явно очень новые кровати, они аж сияют. В общем, квартира у Читы Горбунковых по нашим меркам достаточно просто обставлена, но для 60-х это как раз весьма и весьма современно и весьма зажиточно отсмотрящаяся квартира. Для сравнения можно посмотреть реальное убранство номера или холла в гостинице Сочи. Фото как раз 1968 года. Согласитесь, квартира Горбунковых обставлена уж ничуть не хуже, а пожалуй и получше, чем номер этой весьма неплохой советской гостиницы. При этом в квартире Семен Семеновича бросаются в глаза элементы советской роскоши. Вот жена Горбункова выглядывает из ванной. Что мы видим? Ванная комната отделана белой плиткой. Отделка плитка даже в 70-х годах для большинства советских квартир считалась весьма модерновой схемой дизайна. Немногие советские граждане могли себе такое позволить из-за А. Достаточно дороговизной плитки и Б. Практически полной невозможности достать ее без блата. Конечно, к 80-м годам с этим дело стало получше, но в 1968 году плитка ванной однозначно указывала на то, что в этой квартире живут совсем непростые люди. Давайте посмотрим на постельные принадлежности. Две большие пуховые подушки. Очень миленький плед. В общем, опять же, из наших времен достаточно простенько. Однако, если мысленно вернуться в те времена, даже в постельном белье заметен достаток семьи. Ну а кухня? Вот Семен Семенович открывает кухонный шкаф, где лежат лекарства. Белая отделка свидетельствует, что это заграничный шкаф. Производство ЧССР или ГДР. Такие так просто в советских мебельных магазинах было не купить. Тем более в 1968 году. А кроме лекарств, там же стоит коньяк. Три звездочки. Четыре звездочки. Лучше всего, конечно, пять звездочек. Не пять звездочек, конечно, но советский человек обычно дома, если и имел что-то из алкоголя, то портвейн или водку. Наличие в доме початой бутылки коньяка говорит об уровне жизни выше среднего. А какие симпатичные тарелки у Семена Семеновича? Доброе утро, Семен Семенович. Обычные советские люди кушали из обычных тарелок. Без всякого рисунка или в крайнем случае с какой-нибудь красной каемкой. А тут чуть ли не тарелки из фарфорового сервиза. С такими цветочным орнаментом. И сегодня тарелки смотрятся симпатично. А это 1968 год. В то время даже тарелки такие купить было непросто. И стоила такого рода посуда недешево. Одна стена в кухне тоже, кстати, отделана белой плиткой. Даже шкафчик под раковину. И тот отделан белой плиткой. Смотрите правую часть кадра. Да и белая раковина, а не типовая для того времени чугунная. Это характерная деталь. И новенький белый, видимо из того же гарнитура, что и шкаф, кухон и стол. Это квартира совсем не простого советского человека. Любой, кто попал бы в этот дом в 1968 году, сразу понял бы, что тут живут люди, которые находятся заметно выше среднего советского уровня. Вообще, похоже, дом, в котором обитает Читак Горбунковых, это дом непростых людей. Вот посмотрите, как выглядит Варвара Сергеевна Плющ, управдом этого дома. На ней бусы, похоже, из чешского хрусталя или типа того. Какие-то шикарные, видимо, золотые сережки. И главное, белые перчатки. Вы вообще слышали, чтобы советские управдомы ходили в кокетливых дамских женских перчатках? Но, похоже, дом такой, вернее, населяющий его семьи, что и управдом должен выглядеть соответствующим образом. Кто-то может сказать, что она так оделась для того, чтобы следить за Горбунковым в ресторане Плакучая Ива. Допустим. Но вот, например, она просто сидит вечером на лавочке у подъезда. А все равно, как на параде. Уже другие бусы, жемчужные, изящный модный костюм, хорошо ухоженная прическа, красивая дамская сумочка, какие-то модные туфли. Перефразируя одну ее же реплику, можно сказать, наши управдомы модельную прическу себе каждый день не делают. То есть, мадам Плющ явно заведует домом элитным и старается соответствовать его жильцам. Кстати, реальный дом Семен Семеновича располагался по адресу город Сочи, Донская, улица, 92. На тот момент это был новый, с иголочки отстроенный, в 1967 году элитный район. Ладно, с жилищем заканчиваем, переходим к другим деталям. Вот оперативник Володя предлагает Семену Семеновичу, чтобы на него клюнула рыба. Потолкайтесь по комиссионкам, заклините на рынок, посидите в ресторане. Что на это мог бы ответить обычный советский человек? Да естественно же, а тите-мите на это все у меня откуда? Советский человек в своих закормах не имел излишних денежных запасов, чтобы толкаться по комиссионкам и прочным злачным местам общественного питания. Но как реагирует Семен Семенович Горбунков? На вокзал можно. О как! Для Семена Семеновича нет ничего необычного в предложении заглядывать на рынок, в комиссионки, в ресторан. Он даже предлагает расширить перечень мест, где рыба может клюнуть. Но оперативник сам упреждает любые вопросы и заявляет. Естественно, у вас будут расходы. И протягивает Семену Семеновичу три пачки денег на непредвиденные расходы. Горбунков экономист и уж прекрасно понимает, что даже если пачки рублевые, то три пачки рублевых это 300 рублей. Очень большие для простого советского человека деньги. А что Семен Семенович? Нет, нет, не надо, я сам. Что? Простой советский человек готов шляться по кабакам и комиссионкам на свои кровные, а от предложенных капиталов отказывается? Одна эта деталь говорит о том, что за простой советский человек этот Семен Семенович куда больше, чем все остальные детали. Три пачки денег для Горбункова не такие уж большие деньги. И он знает, что сам потянет такую сумму для бесцельных трат. Вот это да! И только после того, как оперативник настоял, Семен Семенович, давайте будем без самой деятельности. Товарищ Горбунков берет предложенную сумму. Правда, чуть-чуть удивляются, что дают новыми, то есть после реформы 61-го года, деньгами. Но это единственное, что его удивляет. Или его удивило, что он полагал, что ему дают три сотни, а в реальности оперативник дал пять сотен. А скорее всего, Семен Семенович просто спохватился. Что это я о денег отказываюсь? Еще подумаю чего? В самом деле, ну что значит его реплика новыми? Неужели старший экономист в 1968 году мог предполагать какие-то иные деньги, кроме новых? Боевая подготовка. Ну, а в молодости Семен Семенович, как и сам Юрий Никулин, прошел фронт. Простая фраза. С войны боевого оружия в руках не держал. Многое нам говорит. С войны не держал боевого оружия. Горбунков явно не смельчак и герой, но готов выполнить поставленную задачу до конца. Так его научили в армии. Семен Семенович, безусловно, владел приемами рукопашного боя. Когда его милиционер захотел проверить такси по дороге из порта домой, то Горбунков шустро отреагировал на наведенный на него пистолет-зажигалку. Типичный бой на ограниченном пространстве. А как Семен Семенович разобрался с Гершей на рыбалке? Будто невзначай вырубил его одним четким ударом. Да и когда с него хотели снять гипс на точке, то довольно легко отбивался от превосходящих по численности и габаритам соперников. А работа ногами в ресторане «Плакучая Ива» великолепно дерется ногами. В «Плакучей Иве» просто избивает конечностями Козадоева. Да Геша просто был зверски избит под песню про зайцев. И да, Семен Семенович выдержан, хладнокровен, не паникует, когда ему накладывают гипс с драгоценностями на руку, относительно неплохо владеет навыками рукопашного боя, быстро реагирует на наведенную на него милиционерам в такси пистолет-зажигалку, о чем я говорил выше. На точке дает достойный отпор не только Геше, но и на много превосходящему по габаритам гандиту Лелику. То есть на фронте, скорее всего, воевал разведчиком, я так полагаю. Находчивость Горбункова. Семен Семенович, несмотря на облик рассеянного лопушка, «Что с вами? Что с вами?» «Да вот, запонка закатилась». На самом деле очень находчив. Как ловко он среагировал в гостинице на замечания девушки «Что с вами?» Он мгновенно ответил «Запонка укатилась». «Бриллиантов там нет». «Как нет?» «Нет, и все». «А откуда вы знаете, что они там были?» «Эй, это с приклеенными сами, тоже думал, что они там». «А они давно уже в милиции, шеф!» А как он быстро расколол шефа. Впрочем, он уже в такси у Лелика понимал, что машину подменили, и ему придется нелегко. Еще Горбунков очень выдержан, хладнокровен. Не стал паниковать, когда ему забинтовывали руку и нашпиговывали гипс драгоценностями. Одним словом, настоящий чекист, а даже, может быть, разведчик. «Ничего не выйдет. Руссо-туриста, облико морали, перштейн, все пусть выкачет». «Руссо-туриста, облико морали». Ну как выглядит разведчик? Красавец-мужчина, с широкими плечами, голливудской улыбкой. Идет по городу, за ним тянутся стропы от парашюта. Да нет, конечно. Разведчики незрачные, неприметные. Лица такие, что взглянешь, и сразу в голову приходит мысль. Лопух. Такого возьмет без шума и пыли. Именно так и выглядит Семен Семенович Горбунков. Простой бухгалтер. А кем вообще работает этот Семен Семенович Горбунков? Да тут никакой тайны нет. Это становится известным чуть ли не с первых кадров. А где вы работаете? Старший экономист в Гипрорыбе. Очень приятно. Помните, в сцене интервью перед отправкой в плавание жена рассказывает, кем работает ее муж? Семен Семенович Горбунков, старший экономист в Гипрорыбе. Вот на этом остановимся чуть поподробнее. Старший экономист это кто? Если говорить про современные табели о рангах, это что-то вроде коммерческого директора фирмы. Не совсем правда. Коммерческий директор, он один из руководителей, местами почти равный гендиректору. Советский старший экономист, конечно, советскому директору ранее не был, однако входил в топ сотрудников предприятия. Директор, главный бухгалтер, старший экономист, это были те люди, которые владели всей информацией об экономическом состоянии предприятия и его экономической деятельности. А старший экономист еще отвечал за то, чтобы правильно спланировать дельность предприятия, тогда как главбух отвечал лишь за полную экономическую отчетность об этой деятельности. Давайте вспомним еще одну очень смешную и очень интересную в рамках нашего расследования сцену. После пьянки в ресторане, Надежда Ивановна, жена Горбункова, которая перед этим накрутила управдом, пытается привести в чувство мужа. Трясет его, снимает штаны, из которых к ее ужасу вываливается куча денег и пистолет. Дальше следует один из лучших диалогов этого фильма. Завербовали. Пытали. Тут же пронеслось ее в мозгу. Очень смешная сцена. Этакая пародия на типичные низкосортные советские шпионские детективы 50-х. Но если посмотреть на это дело иначе. Ведь жена Горбункова не дурочка. Она даже склонна к аналитическому мышлению. У тебя там не закрытый, а открытый перелом. И так прочее. Чего ей предполагать, что ее мужа кто-то за границей будет вербовать, если он работает в малозначительной организации? Это же явная глупость. Ну как все равно, если бы империалистические шпионы завербовали мастера цеха по производству кукол Неваляши. Бессмыслица. А что если Семен Семенович работает на серьезном предприятии? В этом случае испуг его жены был бы мотивированным. Зададимся вот еще каким вопросом. В фильме показано, что Геша оказался в одной каюте с примерным семьянием Горбунковым. Чисто случайно. Добрый день. Добрый день. Это каюта 16 или... А, я ошибся. 16. Мы тоже здесь или... Да, будем знакомы. Казадовый Геннадий Петрович. Всем приятно. Горбунков Семен Семенович. Приятно. А что если не случайно? Что если длины руки шефа дотякивались и до тех мест, в которых продавали билеты на круизные лайнеры? Ведь может же шеф спланировать целую операцию в явно элитной гостинице Атлантика? И что если шеф или кто-то из его зарубежных знакомых давно приглядывался к Горбункову и заслал к нему в каюту своего агента Гешу, чтобы совместить, так сказать, приятное с полезным, и золото привезти, и с нужным человеком мосты навести. Вон как Геша сдружился с Горбунковым во время плавания. А все потому, что шефы были нужны не только бриллианты, но и сам Семен Семенович Горбунков. Пользуя этой версии говорит вот какой факт. Когда в финале уже все карты были открыты, и контрабандисты рванули на шефском москвиче в сторону границы, они зачем-то прихватили с собой товарища Горбункова, запихнув его в багажник. Но зачем? Зачем им этот лишний груз? Ведь золота-то у него уже не было. В сущности, Горбунков им был уже совершенно не нужен. Скорее, он был даже опасен в качестве груза. Ведь остановив любой гаичник и проверь багажник, они засыпались бы сразу. О том, что за ними и так уже следят, они еще не знали. Но все же шеф берет Горбункова с собой. Глупость. Однако, если посмотреть на дело через призму версии о том, что Семен Семенович представлял для иностранных спецслужб лакомый кусочек в качестве источника информации, то действия шефа были разумны. Они бы, если бы пересекли границу, сумели бы извлечь выгоду, имея пленником старшего экономиста Гейпа Рыбы, которая, как теперь понятно, была очень серьезным заведением, одним из ключевых для советской рыбной промышленности. Ну и резюмируя все вышесказанное, осталось только сделать некоторые предположения о заработках Семена Семеновича Горбункова. Во сколько обошлась Семену Семеновичу поездка по морям, по волнам турпоездки. И опять же, это не тайна. Семен Семенович сам сообщает журналисту, что альтернативой поездки была шуба жене. Вообще, вы правдой говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Нет, нет, шуба, подождет. Я считаю, главное, это поглядеть в мир. А сколько в 1968 году стоила шуба? Ответ на этот вопрос мы найдем в советском фильме «Зигзаг удачи», который был снят в том же 1968 году. Скажите, у вас есть что-нибудь приличное? Мне для жены шуба надо. Норочка есть. Пожалуйста. А ну, примерь. Пройдите сюда. Пожалуйста. В сцене, где главный герой, фотограф Оречников, ведет свою пассию в магазин, чтобы купить ей шубу, мы и находим ответ на поставленный вопрос. Норковая шуба стоила 2900 рублей. То есть, вот примерно такую сумму потратил Семен Семенович Горбанков на свою турпоездку. 2900р для простого советского трудящегося в 1968 году это целое состояние. А вот Семен Семеновича такие деньги были. Причем предполагалось, что шуба подождет. То есть, жена была уверена, что после турпоездки за шубой тоже дело не станет. А для простого советского трудящегося в 1968 году сумма в 3000, это была такая сумма, которую можно было всю жизнь копить и все равно не накопить. Гигантская сумма для советского человека. При этом, что очевидно, Семен Семенович нельзя заподозрить в том, что он занимался экономическими аферами, брал взятки. Скорее всего, такую сумму он мог за пару-тройку лет, ведь не десятилетие же шуба должна была ждать, накопить и свои зарплаты. А ведь у них было двое детей. Это тоже серьезные расходы. Но, видимо, зарплата у него была сильно выше среднего. Рублей 250-300 в месяц для 1968 года. Это очень много, а то и выше. И по этому фактору он, конечно, гипотетический, но обоснованно гипотетический. Подтверждаем вывод, что Горбунков из достаточно высокой социальной группы, а вовсе не простой советский трудящийся. Итак, как мы видим, Семен Семенович Горбунков был вовсе не скромным советским труженик. Нет, он был весьма непростым человеком, занимавшим весьма высокую ступень в советской социальной лестнице. Вывод. Непременно точно Горбунков выполнял спецзадание. Спецзадание. Будь осторожнее, слышишь? Не волнуйся, все будет в порядке. И в ресторане, и на рыбалке, и главное в гостинице. Вот только чье спецзадание выполнял? Милиции или КГБ? Надеюсь, вам понравилось. Высказывайте свое мнение в комментариях. Спасибо, что досмотрели. Всем хорошего настроения и до новых встреч.